Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Ваше общественное телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. Как обычно, по традиции, несколько слов о праздниках, которые мы отмечаем. Сегодня вся наша страна отмечает День народного единства. Кто-то признает этот праздник, кто-то не признает, но он существует, поэтому поздравляем тех, кто его признает. У нас много спорных праздников появилось в последнее время, и нужно, наверное, нам к ним привыкать, никуда от этого не деться. И завтра у нас наши вооруженные силы отмечают День военной разведки. Но сегодня я не стал приглашать сюда военного разведчика, потому что из разведчика очень сложно выудить какую-либо информацию, конечно, это шутка. Тем не менее, уважаемые коллеги военные разведчики, поздравляю вас с наступающим праздником, желаю счастья, здоровья, и чтобы ваша работа всегда удавалась на славу во имя нашего Отечества. Ну, а сегодня у нас в гостях рабочий из Жорского завода Вячеслав Чернобровкин. Я представляю вам его, уважаемые телезрители. Добрый день, Слава. Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители. Ну, ты у нас в разведке не служил. Нет, Слава. Что-то, да, немножко так связанное с этим было, вот, поэтому будем считать, что сегодня у нас разведчик, твоя супруга, которая ожидает нас за пределами этой студии, составила компанию, я пытался пригласить сюда, но она опытный разведчик, решила ничего не говорить. Вот. Слава. Ну, ты в армии служил, да? Да, обязательно. Потому что, как правило, у нас, ну, приходят люди, которые не служили в армии, нашу программу, но основа, конечно, это военные, те, кто познал, как говорится, мед и горечь воинской службы, хотя меда там, наверное, не так уж и много. Да, немного. Расскажи коротко, где служил, кем служил, сколько лет служил, и так далее. Служил я, на самом деле, недолго, служил в Гачине, здесь недалеко, в правительственной связи, тогда это было ФАПСИ, сейчас это отдел ФСБ, я уж не знаю, какой они там переподчинили. Ну, не будем раскрывать, да. Да, государственную тайну не будем выдавать. Служил я обычным водителем, ну, правда, недолго, поскольку демобилизовался по рождению ребенка, и, поэтому, ну, полгода, в общем-то, хлебнул самого счастья в 95-м году, как раз между первой и второй чеченской кампаниями. Наша часть практически вся побывала в Чечне. Правда, слава богу, потерь не было, был один раненый, единственный, легко. В общем-то, и все. Ну, а мне повезло в том плане, что как раз, когда я демобилизовался, тогда пришел приказ об отмене отправки нашей части в Чечню в связи с окончанием первой чеченской. Это вот как раз, когда генерал Лебедь там подписывался на эти договоренности. Вот, поэтому, в общем, повезло в том плане, что не попал в Чечню. Не повезло в том плане, что 95-й год это было очень голодное время, для армии особенно. Нас водителей практически ничему толком не учили. Ребята, вот кто полтора года служил, мы еще тогда очень интересно попали, призывались мы на полтора года, а служили два. То есть, соответственно, волнения в частях были по этому поводу тоже. Но денег ни на что не хватало, мы вынуждены были работать на окружных портскладах для того, чтобы заработать себе же на пропитание. То есть, конечно, было очень весело в этом плане. Ну, а так, я не скажу, что уж совсем все плохо, даже в те времена было. Ну да, хотелось сразу спросить тебя, кроме негативных воспоминаний, есть что-то положительное от армии? Ну, положительное, прежде всего, это друзья. Это ребята, с которыми мы до сих пор общаемся. Уже, слава богу, сколько прошло 20 с лишним лет с тех пор. Мы дружим, общаемся. Ну, кто из других городов, да, немножко в последнее время потерялись, а те, кто из Питера, вот у меня лучший мой армейский друг как раз. Мы до сих пор с ним и семьями дружим, и очень часто общаемся. И спасибо ему, и он мне помогает частенько по жизни просто. Так что, конечно, армия – это друзья, прежде всего, это мужская дружба, это взросление. Ну, а дружба, она, наверное, закаляется в какой-то совместной ратной деятельности. Да, 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 ну, ратной, честно скажу, немного было. Хотя у вас, да, ратной немного. Ну, и траншеи покопали хорошо. Ну, машину-то хоть поводил в армию. Да, честно говоря, немного. У нас была проблема с бензином. Должно было быть три марша до подготовки водителей. Из них прошло только два, и то, в общем-то, так, ну, частично, скажем так. То есть, грубо говоря, ты где-то, типа, учебно, учебки было, наверное? Нет, у нас учебка прямо в части была, потом просто в батальоны переводили. То есть, техника та же самая, что учебка, что строевые части. Отличалось только, ну, грубо говоря, вот эта вот строевая машина, а вот эта вот на каждый день там Ромео, ГТО и так далее катались. Все было стандартное, 131-е ЗИЛы, пяток КАМАЗов, там несколько 66-х газонов, знаменитых шишик. А в основном все как везде, 131-й ЗИЛ родной, куда от него денешься? Ну, да, да, до сих пор они еще... 3000 машин стояло. До сих пор еще, сколько лет уже прошло, они уже, наверное, вечно еще будут стоять пока у нас. Да нет, вроде как вот сейчас, говорят, на КАМАЗы переходят, показывают, вот, по крайней мере, по центральным каналам, что идет перевооружение армии. Правда, вот современные вот эти машины, я даже не знаю, как они, тигры, водники вот эти, они, по-моему, все равно на базе 66-го сделаны, такое ощущение. Ну, возможно, возможно. Вот не видел, к сожалению, не знаю, вот так, не пришлось, что называется, руками пощупать. Хотя очень интересно, вот как водитель. Ну, ГАЗ-66, в принципе, по сути, машина по проходимости-то неплохая. Да, единственное, у нее слабый мотор, да, ремонтопригодность очень тяжкая, и управлять ее довольно-таки неудобно абсолютно. Да, привычка, привычка, да. То есть, переключаешь эти скорости, тут даже мне не развернуться в кресле, чтобы показать телезрителям. Ну, многие знают, я их тут машину водил. Ну, да, кто ездил, тот знает, а так для водителей, ну, достаточно сказать, что рычаг переключения передач находится где-то вот там, сзади, за спиной, до него еще дотянуться надо. Ну, да, то есть, постоянно гимнастикой занимаешься. Да, да, где-то что-то. Время вождения. Неудобно. Ну, понятно. А вот ты, как говорится, прослужил, ну, полгода где-то, твои товарищи там полтора-два года. Вот сейчас год служит. Твое мнение, достаточно это для того, чтобы подготовить? Однозначно нет. Для того, чтобы подготовить специалиста, особенно в современной армии, когда техника очень серьезная, техника компьютерная в основном сейчас, даже обычные танки и самоходки переходят в основном на компьютерное управление, за год ничему не научишь. Абсолютно. То есть, мое личное мнение, армия должна быть контрактной, призывников максимум, в чем можно использовать, это стрелковые части. И то, это нужно, чтобы людей после прохождения срока службы по призыву обязательно регулярно призывали на доподготовку. Потому что даже обычный стрелок сейчас, это боевая единица, которая взаимодействует практически со всеми остальными родами войск. Опять же, это множество электроники, это прежде всего умение. Сейчас армия воюет не числом, а умением. Калашников, Калашниковым, но армия это прежде всего компьютеры сейчас. А для того, чтобы человека научить обращаться с высокими технологиями, ну, такого срока недостаточно. Согласен. Люди заканчивают университеты военные, чтобы офицеры, которые сидят, управляют там пусковыми установками и так далее. Понятное дело, что научить солдата за год. Да не только пусковыми. Вот далеко ходить наша часть, в принципе, ну, старая техника была, конечно, еще там 70-х, 60-х годов строевая. Но было у нас несколько КАМАЗов, спутниковые связи, ну, тарелки. Более-менее современная техника. Под них уже солдат переучивали специально. Именно вот под эту технику, то есть занимались. И солдат в основном-то не подпускали. Ну что, водила, его задача поставить машину на позицию, а дальше уже офицеры. Как в том анекдоте про монгольского космонавта, да? Когда он с забинтованными руками прилетел на землю. Сюда не лезь, сюда не лезь. Так и здесь. Да, так и здесь, в общем. Да, испортил. Не знаю, что. Ну, конечно, техника сложная, нужно, естественно, умение. Тем более на боевой технике, потому что у нас ситуация парадоксальная. Мы учим солдат на технике, которая должна применяться в бою. То есть боевая техника. У нас нет специальной учебной техники. То есть он приходит, солдат мы сажаем на ту технику, на которой нам, возможно, придется воевать. Естественно, голова у командира болит, чтобы он ее не угробил. Лишний раз и не подпустит. Лишний раз и не подпустит, да. Лучше я сам ручки покручу. Нет, ну вот у нас в части было такое, что нас водители, ну как, нас особо не пускали к связи, да. Ну, наше дело энергия, наше дело машины. Строевые машины, да, обслуживали мы. Но энергии у нас стояли три штуки специально отдельно, чтобы учиться, как с ними обращаться. Вот прицеп энергия, пара зелов стояла, где на Кунге стояли двигатели. Вот основное мы не трогали, то, что строевые, а вот эти как раз учебные были. То есть все-таки как-то выходит из положения. Знаешь, у тебя даже за полгода службы осталось очень много впечатлений. Ой, много всяких разных. Армейских, да. Он нахватался успел, да, за это время. А полгода первые, это самые тяжелые дни такие, когда привыкаешь, когда все меняется. Потом уже как-то, я когда уходил, уже напряга совершенно не было. По службе там, по режиму еще почему-то. Уже мог и остаться, в общем-то, ничего такого. Не было мысли потом снова вернуться в армию. Приглашали меня, приглашали. Я только домой приехал, мне через два дня приходит повестка, в военкомат явиться. Я еще толком только-только на учет-то встал. Предлагали в Приднестровье послужить по контракту. Ну, я отказался, маленький ребенок, езжать куда-то не хотелось. В той армии, вот в 90-х годах, я совершенно не хотел служить. Потому что обеспечения ноль. Офицеры заняты только выживанием, а не обучением солдат. Солдатам вообще на все наплевать было тогда. Я не знаю, сейчас, насколько я вижу, пытаются как-то эту систему изменить. Вроде что-то к лучшему меняется в армии. Опять же, насколько я могу судить, по сообщениям телеканалов, там, радио и так далее. То есть сейчас с какими-то действующими, военнослужащими общений мало? Ну, чисто по случаю. Было тут как-то, пообщался. Я не буду называть его должности и его имени, потому что, ну, человек достаточно серьезную должность занимает. Полковник на генеральской должности. Случайно пообщался совершенно. Вот. Он занимается как раз связью. Вот он говорит, они переустанавливают там новые системы связи, современные оптиковолоконные линии ставят там и так далее. Вот он мне говорил, ну, так, чисто не в деловой беседе, а вот, ну, разговорились мы с человеком, приятный мужик там, ля-ля-та-паля. Вот. И он мне рассказывал, что приходят молодые офицеры служить. Вроде по собственной воле, никто их туда не тянет, ничего. и проблемы, потому что недостаток образования у людей, хотя закончили с отличием институты, военные училища, там, и так далее. То есть люди с образованием. Я говорю, ну, наверное, платят мало. Он говорит, да ты знаешь, лейтенант у нас получает около 40 тысяч. Ну, я считаю, это достаточно хорошие деньги, в общем-то. Не во всех частях. Да, не во всех частях. Ну, вот, в данном случае, как раз мы говорим о высоких технологиях, о том, где служат люди с подготовкой, с высшим образованием. Люди далеко не глупые. Поэтому и зарплата, в общем-то, хорошая. Я считаю, что я бы сам за такие деньги поработал с удовольствием за 40 тысяч. Ну, конечно. Вот. Ну, говорит, в чем проблема? Я приезжаю с утра проверять, значит, как несут службу господа офицеры. Они, одни чай пьют, другие в качалке, третьи в библиотеке сидят. Работать как-то, ну, не очень. При том, что, когда дело касается именно работы, зачастую приходится делать самому, потому что люди просто-напросто не знают, что и как нужно делать. Я говорю, ну, а как же так? Чем они мотивируют вот это вот нежелание? Вроде зарплата хорошая, вроде обеспечения сейчас в армии более-менее. А, говорит, жалуются, что развлечений им не хватает. То есть, после службы хочу на дискотеку, там, хочу туда, хочу сюда. Ну, тут я, честно говоря, удивился. Ну, господа офицеры, вы же родину защищать пришли в конце-то концов или развлекаться. Ну, у меня есть такое подозрение, что часть тех людей, которые, наверное, все-таки идут случайно туда, офицеры, чтобы получить бесплатное высшее образование. Потому что сейчас у нас очень сложно его получить на гражданке. Да, это достаточно. Даже если ты попадаешь на бюджетную систему образования, то тебя за это два-три года выжмут, высушат из тебя все, что можно, и заплатишь еще столько же денег, сколько на платном. Далеко ходить у меня жена как раз вот так и не закончила из-за недостатка денег юридическое высшее образование. Да, ну, вот такая у нас система образования, что делать. Ясненько. Ладно, Слав, давай мы немножко отойдем от военной тематики армейской. Чем занимался после армии? Да, в основном, поначалу, конечно, пришлось чем только не занимался. В основном за баранкой. Оно как прижилось во мне, так оно и есть. Тогда я получал категорию С от военкомата как раз, потом после армии покупил свою машину, категорию Б получил, потом так получилось, категорию Д открыл. То есть, в общем-то, в основном за баранкой. А так, ну, жизнь заставил и на рынке торговал, и начальником цеха на производстве был, на деревообрабатывающем, ну, от рабочего до начальника цеха дошел. А сейчас вот ты чем там на Ижорском заводе? Сейчас нагревальщик, сварщик металла в кузнечном цехе. Это моя, в общем, можно сказать, первая специальность такая. Я и учился на литейщика в техникуме, но вот, к сожалению, не закончил, ушел в армию как раз-таки. Почему не закончил? Вот. Вернулся, ребенок родился, какое там уже образование заканчивать, работать надо было. Ну, так вот устроился тогда в 20-й цех Ижорский, в кузнечный, стал нагревальщиком металла, термист, термообработкой занимаюсь. Ну, вот сейчас вернулся просто для того, чтобы закончить горячий стаж. Добиваю. Понятно. Ну, и попутно еще тут кое-чем занимаюсь. Да, вот я знаю, что непростой. Я объявил телезрителям, что у нас рабочие из Жорского завода, но у нас рабочие в нашей программе непростые участвуют. Ну, да. Насколько я знаю, ты сейчас вместе со своей супругой плотно занялся и какими-то поддержкой, будем говорить, творчества музыкального, ну, не собственного, а артист, сам-то не поешь, нет? Нет, сам не пою, есть у меня стихи, одна песня есть записанная, Афина ее исполняет, петербургский вальс. Вот так вот. Да, вот так вот получилось. Собственно, с этого все и началось, почему я и попал в музыкальные, околомузыкальные круги, но на самом деле мы сейчас на одной из интернет-радиостанций с супругой, с моей, ведем программу «Алло, гараж», авторами ведущими, которыми мы являемся, ну, и попутно, вот, совсем недавно пригласили меня в продюсерский центр Сергея Зелинского в качестве генерального директора. Я дал согласие, то есть сейчас занимаюсь раскруткой исполнителей, веду программу, организации концертов различных, выступлений, это уже в виде хобби. Интересно. Интересно, конечно, встречаемся с интересными людьми, в общем-то, познакомился, ну, кстати, вот с Алексеем Краевым познакомился тоже так. На этой почве, да. Да, на этой почве, скажем так, вот, познакомился с многими действительно настоящими звездами нашей эстрады и шансонной и прочего, и прочего, вот с Ефремом Григорьевичем и Миромом, очень хорошая программа у нас недавно была, с Михаилом Шеллегом, Лариса Луста, Ольга Фаворская, ну, Афиночка, это, она уже просто друг, на самом деле. Это близкий человек, это золотой человечек наш, очень хорошая женщина. Уже второй человек у меня здесь на программе, который для нее тоже песни пишет. Мне тут Костя Лисичкин был саму в гости. Две недели назад. Ну, я знаю. Будет возможность, попробуем. Может, она что интересного нам расскажет. Ну, она может много чего интересного рассказать. Понятно. Армия каким-то образом помогает тебе вот сейчас вот в этой вот работе в роли генерального директора, хоть ты там, я так, еще и совсем немного. Потому что армия прививает дисциплину в первую очередь. Это необходимо в жизни. Хотя, честно говоря, я и служил-то недолго, но вот именно вот эта армейская закалка, она все-таки какой-то стержень мужчине придает, именно мужчине. То есть, мальчики, они приходят туда из дома, это психологический стресс, само собой, когда отрывают от привычной обстановки, и приходится выживать самому. Понятно. В жизни это помогает действительно. Дедовщина была в твое время? Была. Пока я служил, за полгода пять человек ушло под суд с нашей части. При том, что гвардейская, при том, что офицеры не позволяли разгуляться никому. Я, в общем-то, и сам попал под это дело именно из-за того, что служил я недолго. Но ребята-то знали все, конечно, что я ухожу. У нас обычно таких оставляли на учебке, ребята, а меня перевели в батальон. Старые, соответственно, узнали, а им еще полгода накинули тут службы. То есть, там, ребята, оставалось 10-15 дней до дембеля, хоп, еще полгода. Все ж злые были, как черти, на самом деле злые. Ну и попал я под эту раздачу, что делать? Либо, значит, инвалидам уходить было домой, потому что там все серьезно было. Вот. Ну я сделал финт ушами, я ж хитрый, рыжий. Я взял, ушел действительно в самоход с учетом того, что получу взыскание. Вечером вернулся, поскольку офицеры на это дело внимание обратили, меня уже никто не тронул. Вот. Ну получил 10 суток ареста, как положено. нет, ушел раньше, опять же хитрый, убежал успел. Ну, в общем-то, да. Тоже, на самом деле, такой опыт, хоть и негативный. А вот с точки зрения тебя, как солдата, твое мнение, в чем основная причина или причины этой дедовщины? А это очень просто. Можно ее, в армии, искоренить, на твой взгляд? Сейчас это очень сложно, архи-сложно. Может быть, если действительно высший генералитет возьмется за это, вот начало сверху надо брать, то, возможно, и искоренят со временем. А причина очень простая, стали Заков призывать ребят с судимостью. Это же все сезоны пришло. Вот эта дедовщина. Если мой дед служил после войны, он рассказывал, да, были старослужащие, были молодые, но старослужащие брали шефство над молодыми. То есть, наоборот, старик помогал, где-то подтягивал, где-то там по физподготовке, где-то еще что-то, когда молодой не тянет, помогали. То сейчас это с точностью да наоборот. Наоборот, давят еще. Если ты не можешь, значит, тебя задавят еще больше. Если ты можешь, значит, тебя будут ломать психологически для того, чтобы подчинить. Я считаю, что тут прежде всего это младший командный состав, сержантский состав должен работать. Но контролировать это должны все-таки высший командный состав. То есть, это нужно, чтобы брались все. От генерала до сержанта. Наверное, еще и причина, одна из причин это безделье, когда солдаты заняться нечем. Да, да. из-за этого не хотят призывников отменять в армии и на контракт переходить. Это ж раб сила бесплатная. Это рабы фактически. Фактически это рабы, к сожалению. Хотя сейчас вроде как стало государство с этим бороться, но когда оно уже укоренилось, когда это система, систему сломать очень тяжело. Согласен. Устанавливается она быстро, в течение нескольких лет, а ломать ее нужно десятилетиями, к сожалению. Понятно. Слав, планы на будущее какие сейчас вот в основном творческие, наверное, да? Да, сейчас я больше как-то ударился в творчество. Хочется все-таки с интернета перебраться на FM, радиостанцию. Есть предложения, сейчас это все обдумывается, обговаривается, если согласятся. Спонсоры готовы выделить денег под это, но вот канал, если согласится, неплохо бы и на телевидении перебраться со временем тоже. Но что, я считаю, что нужно ставить максимальные задачи и решать их. То есть есть цели, которые в жизни ставишь и их добиваешься. И будем пытаться решить. Ну, хорошо. Твои пожелания нашим телезрителям. Программа потихонечку завершается. Я еще раз напоминаю, что у нас в студии рабочий из Жорского завода, непростой рабочий Вячеслав Чернобровкин. Я внешне, когда тебя первый раз увидел, никогда бы не подумал, что рабочий. Больше на художника похож. Такая борода, усы. Ну, это я по зиме с бородой. Летом я бороду сбриваю. Ну, а пожелать прежде всего хранить честь. Вот программа, Алексей, называется «Честь имею». Вот не забывайте о том, что у каждого человека есть честь и храните ее, оставляйте незапятнанной. Вот это, наверное, самое главное пожелание, потому что сейчас очень много лжи вокруг. Очень много людей, которые считают честь вот это слово пустым звуком. Ну, и для наших военных, прежде всего, я хочу пожелать господа офицеры, солдаты, любите свою родину, защищайте ее так, как это делали наши отцы, деды и прадеды. Спасибо. Ну, действительно, правильно ты сказал, что выражение «честь имею», оно, наверное, не только относится к офицерам. Когда-то это, и сейчас это в уставе предусмотрена такая формулировка и в старом, в старой русской армии было, сейчас в новом уставе ее узаконили, эту формулировку «честь имею». Вот, ну, наверное, все-таки нужно действительно честь иметь не только офицерам, но и всем нашим гражданам. Тогда у нас и жизнь будет намного лучше, красивее и честнее. И все станет на свои места. В эфире была программа «Честь имею». Я ее ведущий Алексей Краев и наш гость Вячеслав Чернобровкин. С вами прощаемся. Спасибо за внимание. Всего доброго. «Честь имею». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова